Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видеоавторынок и сегодня в нашем обзоре. Задняя подвеска. Раз, два, три. И, конечно же, они не упали с первого раза, поэтому... Так, ладно, продолжаем. У этого автомобиля огромная лопата на польной педали газа, как на старых немецких авто. Да и всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ссылочка будет в описании. Ну, а сегодня больше глазами потребителя. Встречайте, Mazda CX-5. Первое поколение. Рестайлинг. Кузов КЕ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое поколение Mazda CX-5 появилось в 2011 году, достаточно давно. Эта машина выпускалась всего 6 лет, до 2017 года. В ходе рестайлинга в 2015 году автомобиль получил некоторые модернизации. Так, в частности, на машине теперь применяется электронный стояночный тормоз вместо обычного механического. Расширился ряд опциональных позиций. Чуть-чуть косметически обновилась внешность. Ну, а агрегатная база в основном осталась всё той же. На российском рынке Mazda CX-5 можно было купить с одним из трёх вариантов двигателей. Два бензиновых и один дизель. Два литра, либо два с половиной. Бензин на 150 и 192 лошади, соответственно. И два и два литровый турбодизель на 175 лошадиных сил. Самые базовые версии с двумя литрами могли опционально комплектоваться механикой, но только с передним приводом. Однако, большая часть CX-5 на вторичке всё же будет иметь автоматическую КПП. Наш сегодняшний экземпляр 2015 года выпуска – это рестайлинг 2,5, 192 лошадиные силы, коробка-автомат, полный привод и 90 тысяч родного пробега. Габаритные размеры этого кроссовера следующие. Длина кузова здесь 4,54 м, ширина 1,84 м, а высота 1,57 м. Колесная база 2,70 м, чуть меньше, чем у седана Toyota Mark II в сотом кузове. А снаряженная масса этого кроссовера 1495 кг. При этом максимально разрешённая полная масса уходит чуть-чуть за 2 тонны. Производитель применяет на этом автомобиле укороченную рулевую рейку, которая позволяет вам не делать большое число оборотов из упора в упор. Тем не менее, радиус разворота у машины немаленький – 5,8 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для родной краски диапазон показаний толщиномера будет в районе 86,90-105,110 микрон. То есть окрашена CX-5 даже российской сборки достаточно тонким слоем краски. Как обстоят дела с практичностью? Каталожный объём багажника этого автомобиля – 403 литра при поднятых спинках задних сидений, а при сложенных увеличивается до 1560 литров. Вооружимся рулеткой и проверим, как обстоят дела с линейными размерами. Проём багажника у этого автомобиля практически не сужается к низу. Да и вообще он довольно широкий – 110 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши – 80. Длина погрузочной площадки – 96 сантиметров. А ширина багажника в его наиболее узкой части – 104. Спинки сидений вы можете сложить даже из салона. При сложенных спинках задних сидений длина перевозимого груза увеличится до метра 70. А расстояние от передней панели до крышки багажника – 2 метра 66 сантиметров. Таким образом, у Mazda CX-5, несмотря на интересную внешнюю форму кузова, багажник довольно приличной вместимости. Что касается дополнительных удобств по данному багажному отделению, первое, что стоит отметить, это возможность возить здесь длинномерный груз, при этом перевозя двух пассажиров сзади. Центральная секция сидений также может быть сложена отдельно. И тоже прямо отсюда, при помощи отдельной ручки. Боковые части багажного отделения отделаны пластиком. Соответственно, нужно внимательно смотреть, чтобы не поцарапать все это дело при грузоперевозках. Фальшпол отделан ворсовым материалом, и под ним у нас скрывается докатка довольно крупного размера. Плюс штатный инструмент. Ну а теперь переходим к обзору интерьера CX-5. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это очень удобный профиль кресел. Сидения здесь имеют ярко выраженную боковую поддержку. Она есть на спинке, есть на подушке сидения. В данной комплектации у нас полностью кожаный салон с красной прострочкой. Электрифицировано в том числе и сидение пассажира. А водительская, вдобавок, имеет еще и функцию памяти на два положения. Что касается пространства, в этой машине не создается впечатление сверхпростора, но нет здесь ощущения сдавленности. При росте 1,86 м устроиться за рулем мне удалось удобно и подстроиться достаточно быстро. Рулевое колесо здесь имеет регулировку как по наклону, так и по вылету, причем в хорошем диапазоне. Регулировка, естественно, механическая. Запас продольной регулировки водительского сидения здесь просто огромный. Если я отодвигаюсь до упора назад, я могу болтать ногами в педальном узле, не дотягиваясь до самих педалей. Мне кажется, я наконец-то нашел звук, который по своей драматичности поспорит с списком пыльника рулевого вала на Кашкай или Бэкстрейле. Послушайте, это продольная регулировка сидения на Мазде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дополнительная информация бортового компьютера и здесь же указатель уровня топлива. Приборка читаемая, абсолютно нейтральная подсветка, никаких претензий к ней нет. Качество отделочных материалов в салоне также плюс-минус приемлемо. Здесь у нас относительно мягкий пластик передней панели, правда, вера дверных карт уже куда более жесткий. Но та зона на двери, которая контактирует с вашими локтями, в данном случае имеет отделку кожей. Такую же отделку имеет и рулевое колесо небольшого диаметра, очень эргономичное, абсолютно не скользкое, к слову. Подрулевые переключатели у этого автомобиля находятся ровно там, где должны быть, но переключаются с довольно громкими пластиковыми щелчками. Слева на дверной карте стандартный блок кнопок стеклоподъемников. Пластмассовые кнопочки при этом слегка разбавлены хромированными оканцовками. Для более симпатичного вида то же самое касается и джойстика регулировки боковых зеркал. Он тоже имеет металлическую окантовку. Слева от рулевого колеса располагается блок дополнительных клавиш, отвечающих за вспомогательные функции, количество которых будет разниться от комплектации. В данном случае здесь имеются включение-выключение системы стабилизации, калибровка датчиков давления в шинах, выключение системы i-Stop, кнопка деактивации системы BSM, это сигнализация о мертвых зонах, и кнопка выключения системы контроля движения в полосе. На рулевом колесе с левой стороны блок клавиш, ответственный за управление магнитолой и подключенным по Bluetooth телефоном, справа управление круиз-контролем. Эта машина с бесключивым доступом, заводится автомобиль с кнопки, кнопка примастилась за переключателем стеклоочистителей на передней панели. По центру дисплей мультимедийной системы, не такой уж большой по современным меркам, сюда выводится в том числе и картинка с камеры заднего вида, и индикация парктроников, индикация графическая, а камера имеет разметку, которая указывает вам траекторию движения автомобиля при повороте руля. Довольно крупная клавиша аварийной сигнализации, очень удобно расположенная, и ниже блок климат-контроля. Климат автоматический и двузонный. Температуру можно регулировать поворотными рукоятками, а вот обороты вентилятора уже кнопками, равно как и переключение режимов обдува. Пользоваться всем этим в целом удобно, да и клавиши здесь выполнены тактильно различимыми, поэтому можно управлять этим климатом, не отвлекаясь от дороги. Под ним клавиша включения-выключения парктроников и подогревы сидений, которые работают здесь в одном из трех режимов интенсивности нагрева. Внизу перед селектором коробки передач располагаются слоты для карточки памяти и два USB разъема, плюс AUX-выход. Селектор коробки в данном случае привычной формы с прямой прорезью и курком блокировки. Есть отдельное положение для переключения передач вручную. На рестайлинге появился еще и спортивный режим работы автомобиля, активируемый отдельной клавишей сбоку от селектора, а управление навигацией и мультимедиа вынесено в отдельный блок клавиш, который расположился рядом с кнопкой электронного стояночного тормоза. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, в этом автомобиле есть куда, например, пристроить телефон. Это довольно объемная крупная полка с наклоном с селектором коробки, два больших подстаканника, ничем не закрытых, располагаются на центральном тоннеле, плюс отдельный маленький слот, вполне возможно, под ключи. Внутри центрального бокса, под подлокотником, присутствует небольшой отсек, есть отдельная маленькая съемная полочка и довольно глубокий бокс, правда, не слишком большой по площади. Основной бардачок этого автомобиля вместит в себя документы формата А4, вам не придется складывать их вдвое, а на потолке есть футляр для очков. Внизу дверных карт предусмотрены кармашки, куда при желании можно также пристроить и бутылку с напитком. Что касается обзорности вперед, вопросов здесь на самом деле минимум. Разве что передние стойки широковаты, и при повороте направо-налево нужно быть внимательным в отношении пешеходов. Редкий случай, но в этом кроссовере вы можете видеть боковые габариты в верхних положениях водительского сидения. Линия остекления в целом плюс-минус стандартная, боковые зеркала крупные, плюс они имеют отдельную зону с преломлением, которая вдобавок дополняется системой мониторинга мертвых зон. При появлении опасности вы увидите оранжевую индикацию в левом верхнем углу зеркала, ну или в правом верхнем для правой стороны соответственно. С парковкой назад выручают парктроники и камеры. По этой части претензий ноль. Что касается места на заднем ряду, здесь его достаточно. Места над головой с хорошим запасом. Мой рост метр восемьдесят шесть. Само сидение плоское. Три человека разместятся плюс-минус свободно, хотя среднему может мешать тоннель на полу, и он довольно высокий. Присутствуют крепления для детских кресел типа изофикс. Спинка не регулируется по наклону, это единственное положение, оно довольно-таки вертикальное. К плюсам можно отнести наличие большого запаса пространства для ступней под передними креслами. Есть куда девать ноги. И при моей комплекции, при обычной посадке, бедро практически лежит на подушке сидения, а не висит в воздухе, как на некоторых автомобилях. Для задних пассажиров здесь предусмотрен отдельный подлокотник с двумя подстаканниками с резиновыми фиксаторами. Но вот больше ничего нет, кроме плафонов освещения и, собственно говоря, небольших кармашков, предусматривающих возможность поставить бутылку с напитком внизу дверной карты. Более детально про двигатели и коробки этих автомобилей мы рассказываем в техническом обзоре, который есть у нас на канале. Ссылочка на него будет оставлена в описании под этим роликом. Поэтому остановимся только на конкретном моторе конкретного экземпляра. Это PYVPS, мотор нового семейства серии Skyactiv. Это рядная алюминиевая четверка. Здесь два верхних распредвала, цепной привод ГРМ, непосредственный впрыск топлива, есть фазовращатели на впуске и выпуске. А также стоят гидрокомпенсаторы. Регулировать клапана на этих моторах не нужно. Серию Skyactiv отличает особая форма поршней и высокая степень сжатия. Этот мотор выдает 192 лошадиные силы и 256 ньютонометров крутящего момента, что является достаточным, чтобы разогнать этот кроссовер на полном приводе и классическом автомате до 100 км в час за 8 секунд. При этом такие двигатели отличаются очень небольшим потреблением топлива. Оборотная сторона экономичности и технологичности – это требовательность к качеству бензина. Бензин, который вы будете заливать сюда, ни в коем случае не должен быть по октановому числу ниже 95, а еще лучше использовать 98 либо 100. Зато на такой машине в городе реально оставаться в пределах 10 литров на 100 км пути, если говорить о расходе топлива. В целом Skyactiv-серия довольно ресурсна. Если не брать отдельные отрицательные примеры, то силовая установка такого типа способна проехать при нормальном обслуживании под 300 тысяч километров, а то и больше. Из неприятностей некоторые владельцы к большим пробегам сталкивались с расходом масла на угар на подобных агрегатах. Также здесь не отличается особой долговечностью электронный термостат, с ним тоже бывают проблемы, а перегрева этот мотор не любит. Ну и со стороны навесного оборудования, а именно со стороны роликов приводного ремня, тоже бывают иногда сюрпризы. Но повторимся, критичных заложенных при проектировании проблем двигатель PY-VPS по сути лишен. Надежный агрегат, как и шестиступенчатая коробка, работающая с ним в паре. Паталожный дорожный просвет у Mazda CX-5 первой генерации 210 миллиметров, что не совсем соответствует истине. Расстояние до защиты моторного отсека в данном случае всего 18 сантиметров. Передний бампер находится на отметке 22 сантиметра от асфальта. Расстояние до порога в передней части 23 сантиметра. В задней части 25. При этом следует иметь в виду, что под центральной частью днища у автомобиля есть пластиковые защиты практически по всей длине колесной базы. 20 сантиметров от асфальта. Расстояние до заднего бампера 28. И ниже этого габарита здесь практически ничего не свисает. Что касается подвески, в данном случае передняя подвеска выполнена по схеме Макферсон. Классический вариант для современных автомобилей. Шаровые опоры в передних рычагах меняются вместе с ними. Весьма солидно выглядят в плане размера задние цилиндлоки передних рычагов. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен сверху на подравнике. И доступ к его креплениям довольно-таки затрудненный. Как минимум придется убрать теплозащитный экран. Рулевая рейка в данном случае электрическая. Никаких шлангов и возможных протечек. Что касается антикора, то даже автомобили российской сборки демонстрируют его практически полное отсутствие шовный герметик. И большое количество пластиковых и термозащит по днищу. В данном случае нет обработки даже на отбортовке порогов. В задней части автомобиля у нас располагается топливный бак. Его объем 58 литров. Он весь прикрыт защитами, но сам бак, кстати говоря, при этом стальной. С учетом возможного скопления пыли и грязи между пластиковой защитой и самим стальным корпусом бака, имеет смысл на возрастных машинах убедиться в отсутствии коррозии на нем. Что касается задней подвески, в данном случае у нас три поперечных рычага с каждой стороны. Шаровых соединений здесь нет, обошлось без них. Пружина и амортизатор стоят отдельно друг от друга. Стояночный тормоз воздействует на основные суппорта и приводится в действие электромотором. Вот такой у нас получился обзор на Мазду CX-5 первого поколения в рестайлинге кузов КАЕ. Напоминаем, на подъемнике был автомобиль с мотором 2.5, автоматом и родным пробегом в 90 тысяч километров. Более детальную информацию о слабых местах с точки зрения техники по данной модели смотрите в техобзоре, он по ссылочке в описании. Есть чем поделиться, все в комментарии. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!